Доброе утро всем, кто продолжает смотреть телеканал Россия. И вначале расскажем о погоде. Субтитры предоставил DimaTorzok Без существенных осадков. Температура ночью 18-20, а днем 34-36 градусов тепла. Какие мероприятия реализуются в республике в текущем периоде в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков? Каковы основы административной и уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков? И какова динамика наркопреступности в республике? На эти и другие вопросы в эти минуты в нашей студии мои соведущие были Джозаевой ответит прокурор отдела прокуратуры республики по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью органов внутренних дел и юстиции Денис Гетманский. Доброе утро всем. Доброе утро, Денис Владимирович. Я благодарю вас за то, что вы нашли время и пришли сегодня к нам в гости. Спасибо вам. И хочу вот у вас спросить. Скажите, какие мероприятия реализуются в нашей республике в текущем периоде в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков? Доброе утро еще раз. На территории республики с 16 по 27 марта стартовал первый этап общероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью». Акция инициирована нашим управлением по контролю за оборотом наркотиков МВД по КЧР. К нему акция проводится в тесном взаимодействии с Министерством здравоохранения КЧР, Министерством образования и науки Республики, Министерством спорта и другими заинтересованными ведомствами и министерствами. Целью данной акции является привлечение общественности к участию в противодействии незаконному обороту наркотиков, сбора и отработка оперативной информации о незаконном обороте наркотических средств. Скажите, а каковы основы административной и уголовной ответственности за вот этот незаконный оборот наркотиков? Ответственность по данной статье предусмотрена в виде административного штрафа от 4 до 5 тысяч рублей, либо административным арестом до 15 суток. Также предусмотрена ответственность за так называемое немедицинское потребление наркотических средств, то есть употребление наркотиков без назначения врача. Ответственность по ней такая же, от 4 до 5 тысяч рублей, либо административный штраф до 15 суток. Также предусмотрена уголовная ответственность за данные виды проступков. По статье 228 наказание может быть максимальное до 15 лет лишения свободы, а также в целях пресечения особо тяжкого преступления, сбыт и распространения наркотических средств предусмотрено наказание уголовно-правовое в виде лишения свободы до 20 лет. Ну, естественно, я не могу не спросить у вас, какая работа проводится прокуратурой? Надзирающими прокурорами принимаются соответствующие меры по пресечению фактов нарушения законодательства на досудебных стадии уголовного судопроизводства, в том числе бездействия и волокиты при расследовании данных уголовных дел. Кроме того, совместным приказом прокуратуры КЧР, правоохранительных органов и заинтересованных органов исполнительной власти Республики создана межведомственная рабочая группа по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ, работа которой способствует выработке консолидированных решений по наиболее значимым и сложным вопросам. Прокуроры регулярно осуществляют надзор в данной сфере, мониторят средства массовой информации, в том числе интернет-ресурсы. Регулярно размещается информация о результатах работы правоохранительных органов КЧР в данной сфере. Ну что ж, я благодарю вас за полную информацию. Конечно, я желаю вам успехов в работе. Спасибо вам. Спасибо. До свидания. Новый информационный день продолжает свое вещание на телеканале «Россия-1». Следующий выпуск «Вестей» в 14.30 с Аллой Динаевой. Удачной вам рабочей недели, хорошего дня и встретимся завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова